Наша команда настраивалась на 5-0. Мы не 4-1, мы хотели 5-0, все на это настраивались, готовились. Мы прошли такой этап подготовки, что мы были уверены, что будет 5-0. В любом случае, то, что сделали наши спортсмены, наши атаманы, логики даже никакой не объясняется. 21-летний Николай Буценко вышел в ринг против 28-летнего Даниэля Лимоны, будучи уже победителем этой пары. Дело в том, что итальянец не уложился в требуемый вес до 54-х килограммов, что означало автоматическую победу нашего бойца. Тем не менее, бой состоялся и в нем победу единогласным решением судей одержал одессит, даже несмотря на травму спины, с которой Николай выходил на ринг. И соперник у него крайне был нелегкий, тактичный, техничный, бил быстро. Тут вот была именно классика жанра, никаких вязаний чисто перебить, перетянуть. Да, с двух стойок работает. А это представляет для тебя неудобство? Или предстояло? Ну, знаете, лучше, когда соперник умеет хорошо в одной работать, чем в двух. А то есть такие, что и не там, и не там, но меняют. И как бы они сами себя сбивают. Во втором поединке вечера двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко камня на камне не оставил своего соперника Доменика Валентино. Это была настоящая классика бокса. Третий поединок стал настоящим испытанием для украинца Дмитрия Митрофанова. Его соперник Мишель Товарес просто не давал боксировать нашему спортсмену. У Митрофанова вообще очень тяжелый бой. Я вообще не могу понять, куда смотрело судейство и на каком уровне они судили. Потому что последние два раунда это было просто. Его соперник вязался, держал руки, не давал возможности боксировать. Еще один плотный бой состоялся в четвертом поединке. Александр Гвоздик против Абенхамида Беншабла. Чаши весов качались то в одну, то в другую сторону. И мы знаем, Саша, очень бьющий парень, может уронить в любую секунду своего соперника. И с той стороны тоже очень хороший противник. После трудной победы Гвоздика можно было вдохнуть с облегчением. В случае, если в пятом поединке мы бы проиграли, назначался решающий шестой. Но он не понадобился. Итальянский супертяж Тони Йоко оказался на редкость тупым парнем. Имея прекрасную антропометрию, вместо того, чтобы бить с дистанцией, он позволял нашему Александру Архипенко сближаться с собой, чем украинец с лихвой и воспользовался. 5-0 и украинские атаманы в финале. Команда настроена, мы едем только за победу. Мы будем, конечно, надеяться, что судейство будет адекватным, хотя мало в это верится. Тут надо только выходить, перебивать и будем надеяться ронять. Но все шансы есть выйти и просто набить их у них же дома. 10 и 11 мая в столице Казахстана, Астане, состоится финал третьего сезона WSB. Кто станет чемпионом, пока остается только лишь гадать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...